Доступность и качество медицинской помощи всегда были важными пунктами социальной политики любого государства, по реализации которых можно судить о благосостоянии нации и условиях для жизни в стране. Поэтому вопросы развития здравоохранения также намерены озвучить делегаты Народного собрания, среди которых немало медиков, в их числе заведующий терапевтическим отделением БЦБ Наталья Подубская. Что здоровье, здоровье нации это крепкая нация, это крепкие границы, это производство, это и легкая промышленность, и тяжелая промышленность, это все здоровье. Поэтому, конечно, прежде всего здравоохранение, ну и еще, кроме того, что человек должен быть здоров, он должен быть образован. Новость о том, что теперь она еще и делегат Народного Веча обрадовала, но не расслабила, ведь впереди много работы, а теперь еще и государственной. Социальная политика, она в Беларуси у нас на высоком уровне, и нужно сохранить то, что мы наработали за предыдущие годы, это укрепить. На заводе крупногабаритных шин открыт в акционерного общества «Белшина» Дмитрий Мозель имеет репутацию человека слово и делом. Он достойный пример простого человека, имеющего свой взгляд на жизнь и готового работать на благо народа. Для себя выделил три аспекта. Первый аспект – это молодежная политика, предприятие и в целом в стране. Второй – это выделим наши глубинки, деревушки наши. И третий аспект – это образовательная политика, в большинстве относящаяся к нашим детям, так как являюсь молодым отцом, воспитываю сына, который ходит в первый класс. Темы, которые волнуют представителя депутатского корпуса города и преподавателя хоровых дисциплин детской школы искусств имени Аловникова, Ирины Козловой, не только и сферы образования, культуры и искусства. Электоральный суверенитет – это, конечно же, наша военная политика. Это сохранение целостности нашего государства, потому что вопросы безопасности нашей страны стоят на первом месте. Так как я являюсь матерью, я являюсь учителем, я хочу, чтобы наши дети росли в мирной стране. И, конечно же, над нашими головами было чистое, светлое небо. Два дня работы в НС станут главной темой в жизни страны для каждого ее жителя. Все с интересом будут следить за ходом работы собрания в средствах массовой информации, читать, слушать, смотреть. А это значит, станут сопричастными к важному государственному событию. И в этом еще один важный фактор – единство нашего народа. В стране все было прекрасно, и переживать за будущее наших внуков, потому что у меня уже внуки учатся, работают. А ну что еще, чтобы здоровье было во всех. Ну что еще? Чтобы просветала наша страна. Лучшей жизни ждем. У нас и так неплохая жизнь. Чтобы расцветала наша страна и укреплялась мир, экономика. Все хотят, чтобы был мир. Это раз. Чтобы все люди жили в достатке. Дети были, как говорится, для них было все сделано. Главное – мир и спокойствие. Определенно. Седьмое Всебелорусское народное собрание войдет в историю Беларуси как высший орган народовластия с конституционным статусом. Делегатам предстоит определить стратегические направления развития общества и государства на грядущее пятилетие. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.